друзья норвегия непредсказуемая насчет погоды сегодня опять ураганный ветер дождь на рыбалку выйти не получится и вообще наверно до отъезда неизвестно получится нет поэтому решили мы сделать экскурсию и сходить к роднику святому источнику сейчас мы уже на улице и сейчас фердинанта денется и пойдем на разведку я с пойдем по лесной дорожке выйдем к морю и потом вдоль моря тоже на краю домик стоит какой-то так вся дорога в лосиных какашках видать по ночам тут лоси приходят пошли по морю до источник вперед надо будет вверх карабкаться по ступенькам ребята впереди вот так вот выглядят ступеньки по норвежски и все они руку от далеко там булку леса сейчас и я буду карабкаться никуда не денется вот надпись по идее родник в этой пещере на сейчас льют дожди и все залито к роднику не подойти родник весь залит до добраться мы сюда добрались как спускаться будем я не знаю ну не знаю вот разгону боюсь на пароме остановлюсь только вадим вот это название коровский и вот это маленькое описание но на норвежском я за снею друзья к нам домик пришел хозяин скажем все все всего всего этого замечательного места ему принадлежит и земля и все эти домики и лодки и прочее прочее зовут и вот юстин и мы сейчас его немножечко попытаем чтобы он немножечко рассказал нам о своей базе привет у нас есть переводчица его супруга зарина правда не хочешь бы снимали но она за кадром будет переводить 3 садитесь рядом чтобы было слышно юстин расскажите о своей базе что это такое ищем его едят сейчас просто так как вы говорите о помнимое время как вы начали проектов и как вы начали проектов и как вы не опустились я начали проектов и стартов и 1903 в амбеке я мастер форс в первые года в начале 1990-10 лет это было много хорошей весы, несколько лет, я не знаю, как вы Моя семья и моих родителей тоже в 19.1 году. В нем было в Тюзске и в Свеции. И в России было в Свеции, чтобы выиграть по-английски. Несколько у нас были горы. Но в России в большинстве в мире было Свеции, или 60% в России. Юстейн говорит, что начало кемпинга, идея рыболовного бизнеса началось в 83-м году, это не их семейный бизнес был, это был здесь один мужчина, его жены, как бы земли, ее родители. И вот он, как молодой муж, ему пришла идея начать продавать места рыболовные, и с 83-го года приезжали только шведы на рыбалку. В 91-м году его семья, его родители Юстейна купили это место и продолжили предложение туризма, именно акцент темы рыбалка. То есть это не семейный отдых, а это именно такой рыболовный туризм. И с 90-х годов стали приезжать с 91-92 года первые туристы из Германии, Нидерландов, Чехии. Ну сейчас, наверное, приезжают из всего мира, из России, из Украины тут есть, из Казахстана. Казахстана, в России, из Украины, Казахстана, и Казахстана, и в России. Нет, Казахстана, и в Казахстане, которые живут в Казахстане, я тоже. Он говорит, что у меня есть гости из России, я знаю, что к нам приезжают из Санкт-Петербурга и из Москвы постоянные клиенты каждый год уже последние 10 лет. Но прямолинейно из Казахстана нет гостей. Есть жители Германии, которые родом из Казахстана. Сами казахстанцы не приезжают. Он говорит, нет. Сколько вообще домиков, лодок, прочего в двух словах можете сказать? Хade, мне очень маленький kort рассказать сколько и несколько подкипинников вы имели, в будущем и сколько водителей? Нет, я у меня... ...15 лет и 3 года. 18? 15 лет и 3 года. 15 лет без водителей? Да. И сколько подкипинников вы имели? 12. Он говорит, у меня примерно 15 домиков дачных плюс 3 домика, которые называются Рюрбю. Они такое название, потому что они находятся над водой. У меня, говорит, примерно 70 мест для ночлега. Он говорит, у меня от 12 до 14 лодок. Конечно, если будет необходимость более поднять количество лодок, то у него есть возможность заема у соседа или у знакомых взять. Реально, если больше людей приедет, предоставить большее количество. Есть возможность занять у других, допустим, владельцев лодок, у которых, допустим, на этот период нет клиентов. Они могут ему отдать эти лодки, но оплата пойдет тем владельцам за эти лодки. Ну да, она может быть какой-то процент для того, что он никакой процент не берет, а оплата уже пойдет. Он просто звонит и говорит, у меня все лодки заняты. Если у тебя есть свободные лодки, одолжить. И тот, допустим, он говорит, я одолжу вам две лодки, вы мне оплатите, помоется не столько-то. Юстерин не берет никакие проценты, он просто эти лодки одолживает и потом он оплачивает. Ну, факт то, что реально, если большое количество людей приезжает, предоставит достаточное количество лодок. Старается предоставить всем достаточное количество лодок. И он заранее смотрит, что если не хватает, то пытается вовремя занять в других местах, чтобы у всех лодки были. Мы, кстати, походили на этих лодках, очень поздравились. Что за лодки, потому что мы не видели, точно таких нигде не видели. Но я думаю, что вы не знаете, какие названия не имеют, но мне кажется, что это спросим. Вы можете рассказать о том, что это такое лодки, которые считаются очень специалисты, и эти аллюминиевые лодки, которые вы не видели как раньше. Вы можете рассказать о лодке, о том, что лодки, о том, что они называют, и о том, что это такое лодки? Да, это лодки, которые вы можете рассказать... Это лодки, которые работают, по-каке, как и о том, что они занимаются в мире. Это лодки, которые работают, с людьми, по-каке, что они работают? Да, но это было ли название или что они известны в whole Норке? Ну что я вам могу сказать, 50 километров отсюда есть маленькая фирма, ей владеет один мужчина, это лодки его, специального названия они не имеют, иногда ему может быть еще один человек помогает. То есть это ручная работа, ручной сварки, ручной работы лодки, как Юстейн ранее говорил, одна лодка делается в течение месяца, и это вот примерно его возраста мужчина делает, может там кто-то еще помогает. Мы просто выходили в приличную такую волну и настолько уверенно она держит волну, что просто супер. Он говорит, что это очень надежные лодки, у них, ну как вам перевести, типа, категория допуска, они разделяются, разрешение моря, в океане. Нет, не это он хотел мне объяснить, он сказал, что в этой лодке с каждого края, ну как бы это... Запас прочности? Поплавок, что ли, над водой... Воздушные подушки, которые он не потопляет. Воздушные подушки с двух сторон, да, воздушные подушки. Просто он сказал подача воздуха, я не знала, как перевести. Он говорит, что эти лодки выпускаются с официального европейского стандарта, они полностью сертифицированы и разрешены Министерством рыболовной в Норвегии. То есть это не так, что кто-то там сварил, создал лодку и продает. Это официальная фирма. Сертифицированная все. И надежность, у нее должны быть гарантии, есть какие, что, в общем, все это сертифицировано. Ну, как Вадим и сказал, мы эти дни ездили на этих лодках. Действительно, они, скорее всего, сконструированы для этого местности, для ветра, для этих погод, для камней или против камней. На воде очень стабильно и скорость хорошо, легкие. И, в общем, мы попробовали на них рыбачить для рыбалки, это лучше и ничего не надо. У него разные моторы сажаются на эти лодки. Моторы, потом оборудование у него полностью, и GPS-навигатор, и холоты, все у него, все необходимое есть. Да, 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 да. Он говорит, он рассказывает об оборудовании, а я ему говорю, ты, пожалуйста, уточни, насколько надежные лодки, потому что здесь каменные берега, можно, наверное, в сильный ветер стукнуть о борт. Он говорит, ну, дырку невозможно сделать. Ну, да, ведь дырку получить на этой лодке невозможно. Это 5-миллиметровый алюминий, и потом я заметил еще, он как бы через сателлит может в любое время посмотреть, какой катер где находится. При какой-то опасности или поломке мотора он у себя на мобильном телефоне. Может любой катер посмотреть, где, в каком месте он находится. И оказать помощь. Да, дело в том, что, ну, лет 10 назад, там, 15 назад, у Юстейна ответственность за человеческие жизни, когда они выходят в открытый океан. И раньше, лет 10-15 назад, конечно, было очень тяжело, когда лодки расплывались, каждый в своем направлении, и время позднее, все никак не приходит, не приходит. Он нервничал, он выходил в море, он звонил, он пытался, чтобы все вовремя вернулись домой. То есть Юстейн не пойдет спать, пока он не посчитает, что все на местах. Сейчас это у него более облегченная забота, у него лодки навигированы, он смотрит по телефону и отслеживает, знает где. Что, если что, он в любой момент в помощь подойдет. Наверное, всех еще интересует, ну, какая рыба, да, что здесь можно поймать, какие тут трофеи ловились, это, наверное, вопрос. Всех начинающих, желающих приехать в Норвегию, что здесь можно ожидать из трофеев? Можно ли вы спросить, какой тип фиск вы можете поймать здесь, в открытом море? Нет, торска, ур, сей, росна и мэтта, снегпит. И вот так, флот фиск, да? Ну, да, рюсбатта. А? Рюсбатта. Он говорит, вы можете поймать треску, но это в сезон, потому что рыба же бывает не в сезон очень мелкая. Надо в сезон ловить треску, сей, я не знаю, как сей по-русски. Сайда. Сайда, да? Скрей. Скрей? Скрей. Скрей. Силекс. Значит, треска и из семейства трески, немножко сероватое мясо. Сайда. По-русски это сайда. Морской черт, палтос, камбала, селедка и сайра. А мы еще как змею поймали, как это? Рыба. Лень, лень, лень. Она в этом случае, я могу помочь, я не первый год и не первый раз приезжаю сюда на рыбалку. Здесь практически можно поймать всю рыбу, которая живет в Норвегии. Вы знаете, что я могу посоветовать? Вы идите в домик для разделывания филе, там есть плака, там есть картинки, какие рыбы можно поймать. Да, мы их видели, мы выезжали сейчас за эти три дня, поймали треску, среди нее была и атлантическая скрей, поймали сайду, поймали лень и пикшу. Эти мы поймали, а в предыдущей у нас был и морской окунь, потом этот Штайнбайс. Мы не будем задерживать хозяев, потому что встают они очень рано, работы очень много, поэтому пару слов ждем от хозяина и отпускаем. Да. Да. Да, я желаю всем приезжать сюда, и я желаю вам посоветовать в Норвегии и в Турске. Я имею в виду много русских и русских, но я могу посоветовать больше. Я желаю вам посоветовать. Устанчик говорит, что надо пожаловать к нам, как старые клиенты, так и новые. Буду рад всегда новым лицам. Он говорит, что у меня уже есть знакомые или мои клиенты из России, вот как я раньше говорила, из Москвы, из Петербурга. И он всегда будет рад новым, русскоговорящим и нерусскоговорящим, и немцам, и всем. В общем, чем больше гостей, тем лучше. Устан у нас очень гостеприимный, очень всегда рад, добродушный, рад гостям всегда. Ну и если кто-то обращается на русском языке, пожалуйста, будут указаны данные от меня лично на русском, на немецком языке. Тоже так же могу и объяснить, и рассказать, и добро пожаловать на базу Венезунд Бридж Кемпинг. Сегодня пятница, Виктору надо уезжать. Везем его в аэропорта. Ночью был ветер такой, какого еще не было. Аж домик подпрыгивал вместе с камерой. Он спускал, он не прыгал. Сколько лет езжу такого, еще не видел, да? Такого я действительно не видел, как ночь, ночью было. Хозяин с супругой приходили, то она подскакивала, так она дом подбрасывала. Сидели, общались. Так все, так с погодой, конечно, нам не повезло, но общее представление все равно получили. Красотища. И половили тоже. Да, половили немного все. Полный, полный прилив, видишь, вода до края. Почти дохом. Вот такие удобные сиденья, чтобы можно было лежать. Сейчас, видите, тут зарегистрируется. И мы его оставим. До свидания. Давай, счастливой дороги. Пока. Хозяин привез нас на озеро Вилли Холландс. Ватнет называется, если читать по-немецки. Довольно приличное озеро. Здесь, говорит, можно рыбачить без лицензии. Думаю, это сейчас у него еще раз уточним. Говорит, что много форелей и прочего-прочего. Сейчас мы посмотрим, что к чему с него отвезем. А потом приедем по-моему здесь рыбачить. Ехали мы с Фердинандом вдвоем на это озеро без хозяина. Взяли с собой снасти, блесны. Ну и попытаемся покидать что-нибудь, поймать. Не знаем, сезон, не сезон. Ни одного рыбака вообще мы не видели. Поглядим, что получится. Друзья, второй заброс. Давай поправить на камеру. Буквально второй заброс. И на колебалочку. Опа. Вот такая вот озерная форель. Вот это класс. Супер. Так, Фердинанд тоже тащит. Все. Она прыжок там сейчас сделала. А ты вниз опускаешься, у спиннинг вниз, когда выводишь, чтобы она не прыгала. Да. Небольшая. Опа. Ну какая красавица. А? Есть. Да, просто обалденная. Давай, отпускай ее. Дикая, красивая. Блин, вся горит. Давай, 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 давай. Не мучай, сейчас. Тихо, тихо, тихо. Рассказывай будешь просто, как отпустишь. Чтобы не подохло. Вытаскивай просто. Мы ей не дадим. Вытаскивай этот. И аккуратненько сильнее бросай. Все, пошла. Ух, перла бежала. Супер, поздравляю. Вот так вот, да. Как не пугала нас погода. Море не приняло, так хоть на озере половим, да? Причем это первая моя форель в Норвегии. В Норвегии я форель еще и не рыбачил, и не ловил. Это первую я поймал. Ну, перешли мы сейчас к месту, где из озера выходит ручей. Была поклевка, исход был небольшой форельки уже у меня. Тут мелко, конечно. А самая большая опасность это, что можно зацепить. Да и забыл, что сзади деревень приходится под себя бросать. Когда ловил с лодки, лодка алюминиевая, все, опа, вот она под камеру прям хлюнула. Видите? Так, давай, давай, не удирай. Ух, свечка. Так. Иди сюда, красава, лоба. Еще больше первой, вот это да. Так. Вот такая вот красавица. Друзья. Ну, сантиметров 40 точно у нее есть. Сзади надвигается дождь. Пока дождя нет, что-то видно, будем снимать. Забрасываю, даю приманки опуститься до дна, потом делаю легенький подрыв и медленно, выбирая леску и просто иногда делая сбой блесной. Вот перенка легла, подорвал, веду медленно. Разброс такой сделал. Еще сбросик. Подвожу ближе, здесь мелко, поднимаю спиннинг выше и сбросы уже делаю, вот была поклевка сверху вниз. Потому что если вниз спиннинг держать, у вас будет зацеп, потому что под ногами здесь сантиметров 20-30 глубина. Был один тычок, но не взяла. Сейчас кину вдоль берега, помели по виду. Естественно, что я уже давать не буду ложиться на дно, иначе будет сразу зацеп. Забросил и веду. Раз сбросик. Просто чтобы блесна как бы бочком блеснула, привлекла рыбу. У Фердинанта тоже было уже два схода. Рыба сидит. О, молодец, давай, давай, тащи. Фердинанта отличился. Сантиметров на 45 поймал. Самая большая сегодня, красавица. Она тормоз даже брала, шнур брала. Хорошая, хорошая. Прыгала, скакала, блин. Супер. Погода в Норвегии меняется просто моментально. Только что было, солнышко светило, чистое небо. И как раз вторая хорошая, прям под камеру. И вот уже идет дождь. Видите, уже идет дождь. Уже ветер такой сногсшибает. Но форель продолжает клевать. Вот она красавица. Супер. У меня тоже палка побольше, сантиметров 45 уже. Хорошая форелька. Села форелька. Судя по натяжке вески неплохая. Вперед нормально. Куда, куда, да? Опять такая. Сантиметров 45. Ах ты, блин. Вот то, о чем я говорил. Леска перетертая и все. Ушла она у меня вместе с блесной. Ну что делать? На лодке, когда плавали, поперетер всю леску об лодку. Ушла хорошая форелька вместе с блесной. Я перевязываюсь. У тебя надо было сход и еще одну поймал. Вот это рыбалка, да? Хрен с ним, что плохая погода, да? Смотри, погода какая, блин. Со снегом, с вихрем, блин. А рыба клюет и ловится. Вон, жабры красные. Суперски, супер. Рыба свежат. О, будет жареная рыба на ужин. Не, у меня здесь и коптилка есть. Ааа. Горячую копчение. Так за коптим, да. Форель горячую копчение. Закоптим, давай, давай. Поставил другую блесную, поставьте динамный крючок, все в нем с этими тройниками. И вот форелька, небольшая, правда у меня самая маленькая. 25 всего. Зато очень удобненько, когда один крючок идет, так раз, скинул и все, да? Рыбка, это тоже еще не так просто. Оп. Все. Пошла подрастать. Ну, с первого взгляда, место вроде очень перспективное, ответственная скала все, но ни одной поклевки. Судя по всему, пока мы можем найти рыбу только там, где выходит небольшой рычеек, небольшая речушка из озера. Ну, озеро большое, оно, наверное, километр в диаметре, поэтому... А мы тут прошли, не знаю, метров 300, наверное, так что 400, может. Конечно, они все обловили, но... День быстро заканчивается. Наверное, предложу... Капитану нашему вернуться на исходную позицию, где рыба клевала. Еще одну форельку, и мы решили поехать, с этим местом все ясно, поискать что-то еще, где еще в ветреную погоду можно поймать рыбу. Мы немножко попробовали покидать в этой маленькой речушке, которая входит из озера. Поклевок нет. Судя по всему, еще холодно, и рыба там предпочитает держаться в стоячей воде. И, скорее всего, на этот ручей вот речушечка уйдет уже, когда будет тепло, лето. И мы решили поехать этого хозяина. Нам вот это озеро показал, показал еще одно место. Здесь вода уже соленая, но попадается вся рыба. Бывает и форель попадается, бывает и попадается и камбала, и треска попадается. И мы попробуем здесь сейчас покидать. Единственное, что пока, к сожалению, идет отлив. Прилив, прилив. Прилив это идет? Да, видишь, что... А, ну хорошо. Если прилив, то да, просто мелко пока еще, как чуть вода поднимется, больше шансов, что мы что-то поймаем. Вся прилив, в залив сюда заходит вода. Надеемся, что-то нам поймать удастся. Ну, по крайней мере, разведаем. Сейчас, конечно, не самое лучшее время года. Ну, как выяснилось, Норвегия такая страна, где в любое время года можно найти, где рыбку поймать. Во! Фердинанд какое место хорошее нашел под мостом. Ну, судя по тому, как здесь натоптано, мы не первые здесь. Мы здесь не первые, Фердинанд. Ну... Воды еще маловато. Поклевок пока нет, но пока походим. Поразведаем. О, какую рыбу-то, смотри. Он нас явно обловил. Мы сегодня такую не поймали. Дядька, дядька уже обловил. Да... Смотри, какой деревянный рыбак. С какой рыбиной шикарный. Молодец. Смотрите, весь берег усыпан мидиями. Они такие голубоватые. В Черном море они такие более темные. А здесь именно голубоватый такой цвет. Ну и морюшки просто пелые тоже есть. Так, пошел. Дождь с градом. Рыба не клюет. Судя по всему, хозяин к нас возил, не уточнил. Сказал, что здесь ловить можно без лицензии. Скорее всего, здесь ловят летом. Потому что мелко, приличное течение. Если бы что-то здесь было, уже бы рыба откликнула. Сделаем несколько забросов. И еще, наверное, поедем домой. Друзья, надеюсь, вам видно лося. Остановились прямо в дороге. Стояли вон, кушались все. Какие-то веточки. О, пошли, пошли. Напугались все. Красавцы. Вот она дикая природа. Добро пожаловать в информацию. Продолжение следует...